Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Глава региона проверил ход строительства детских садов и школ во Владивостоке. Очень медленный ремонт. Жители проспекта Красного Знамени устали стареть вместе с ямами на дорогах. Хочешь, не хочешь, приходится ехать по ямам. Лазером по варикозу. Высокотехнологичное лечение теперь доступно для жителей края по полису медстрахования. Также в выпуске. Новые сюрпризы от Пенсионного фонда России. С 2020 года изменится состав трудового стажа граждан. И еще раз скажем. Неразбериха с Эрой Глонас. Могут ли приморцы рассчитывать еще на один год без кнопочного ввоза авто? Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Российский пенсионный фонд перестал учитывать некоторые периоды стажа для пенсии. И ведомство предупреждает об этом всех россиян. С 2019 года изменится не только возраст выхода на пенсию, но и состав трудового стажа граждан. Так, например, теперь период ухода за ребенком до полутора лет не будет учитываться при начислении пенсии. Кроме того, выпадут и такие периоды, как служба в армии или в силовых структурах, уход за инвалидом или пожилым человеком от 80 лет. Временная нетрудоспособность. Если до них или после них не было трудовой деятельности. Изменения вступят в силу уже с 1 января 2020 года. И коснутся всех работающих россиян. Об этом заявил глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов. Хорошая новость для приверженцев здорового образа жизни. Спортивные и многодетные семьи Приморья будут платить за возможность занятия спортом меньше. В краевой закон о поддержке многодетных семей Приморского края внесены существенные изменения. После принятия закона на сессии и утверждения губернаторам, семьям будут возмещать расходы за посещение спортивных учреждений. Право на эту меру социальной поддержки получат семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Размер компенсации на каждого ребенка составит 50% от стоимости посещения. Новая мера коснется около 32 тысяч детей из многодетных семей в возрасте от 5 до 18 лет. Александр Ролик, председатель Краевой думы, уточнил, что закон поможет доступности занятий массовым спортом. И в дальнейшем сможет охватить всех детей, независимо от статуса семей. А тем временем губернатор Приморского края Олег Кожемяка проверил ход строительства социальных объектов во Владивостоке. Глава региона заявил, что на таких объектах должны работать только добросовестные подрядчики, готовые выполнить свои обязательства перед жителями края. Все подробности в нашем следующем сюжете. Социальные объекты не могут стать примером халатной работы. И случайные компании не должны этим заниматься. Такими словами губернатор Приморья Олег Кожемяка подвел итоги своей проверки строительства детских садов и школ. Глава побывал на территории возводящихся садиков на Маковского 157 и в микрорайоне Снеговой Пади, где он также оценил работы в школе номер 55. Здесь ребята хорошо работают и, очевидно, они должны уложиться в срок, сдать эту школу. То, что касается детского сада на Маковского, то там, конечно, нужно увеличивать количество людей. Работы еще много, времени остается не так много, два с половиной месяца. На особом контроле у губернатора также детские сады на Кипарисовой и Крыгина, которые строятся в рамках национального проекта «Демография» и призваны сократить очередь в садике семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет. По мнению Олега Кожемяка, на этих объектах подрядчики оказались не готовы к заявленному объему работ и не уложиться в срок. 400 миллионов взяли. Но вы же должны были рассчитывать свои силы. Если взяли один объект, ну, введите один объект. Зачем брать второй? Так, чтобы, значит, нахапать и потом, значит, подводить и людей, значит, и город подводить, и государство. И у нас деньги неосвоенные будут. И люди не получат ожидаемые места. Зачем? Глава Приморья поручил своему заместителю Михаилу Петрову закрепить за площадкой строительства детского сада Намаковского инспектора стройнадзора, который будет следить за работой на объекте и направлять соответствующие фотоотчеты. В отношении объектов, на которых строительство ведется с отставанием, Олег Кожемяка поручил мэру города Олегу Гуменюку организовать работу с субподрядчиками и увеличить число рабочих. Или принять кадровые решения – пересмотреть состав специалистов мэрии, ответственных за выполнение социальных обязательств перед населением. Первостепенные для горожан объекты в любом случае должны быть сданы в срок, заключил губернатор. Максим Яковлев, Новости на восьмом. Автомобилистам приготовиться. 21 ноября на территории Дальнего Востока перестает действовать правило, позволяющее приморцам возить в страну подержанные автомобили без установки кнопки безопасности ГЛОНАСС. Однако полпред президентов ДФО Юрий Трутнев заявил о намерении властей продлить право на ввоз автомобилей без кнопки еще на один год. Но нельзя не отметить, что акционерное общество ГЛОНАСС возразило против заявления полпреда. Представители бизнеса подчеркнули, что соответствующего распоряжения сверху не поступало. Кроме того, АО заявило о частых случаях перепродажи автомобилей без системы безопасности в другие регионы России. Вот и выходит, что взгляды на ситуацию у власти и бизнеса расходятся. Вопрос по-прежнему остается открытым. Отметим, что за первое полугодие 2019 года в ДФО ввезли 49 тысяч машин, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. 15-16 улиц в год ремонтируют во Владивостоке по нацпрограмме безопасные и качественные автомобильные дороги. При этом в Приморской столице более семи сотен улиц. Простая арифметика подсказывает, что таких темпов для Владивостока явно недостаточно. Не особо помогает и ямочный ремонт. Дворовыми территориями недавно занялись по губернаторской программе 100 дворов. Однако и это не решает всех проблем, связанных с дорожной инфраструктурой. И пока инициативы граждан по приведению своих дворов и подъездных путей в порядок не всегда находят отклик у городских властей. Так, жители домов от 131 до 133 по проспекту Красного Знамени использовали все доступные пути, чтобы обратить внимание на свою проблему. И, наконец, решили обратиться за помощью к журналистам 8 канала. Светлана Садовая продолжит тему. Эту практически единственную подъездную дорогу к гостинкам на Красного Знамени отремонтировали в прошлом году. Сегодня подъезд к жилью выглядит весьма удручающе. Многие владельцы малолитражных автомобилей уже убили здесь ходовку. Дорогу размыло во время тайфунов. С тех пор жильцы этих домов жалуются и пишут письма. Но все так же вынуждены разбивать свои машины на этих огромных ямах. В вечернее время, в час пик, мы до дому не можем доехать. Просто по полчаса мы стоим в пробках. Мы отсюда выехать не можем с утра на работу, а вечером заехать не можем. Плюс еще осложняет то, что в вечернее время здесь паркуются вдоль дороги. И хочешь не хочешь, приходится ехать по ямам. Сначала жители этих домов попытались обратиться в управляющую компанию. Но это не придомовая территория, ответили там. Дорога – ответственность городской администрации. Однако и от властей жители положительного ответа не дождались. Говорят, с ними либо отказываются общаться, либо не скрывают, что в планах на ремонт эта дорога в 2019 году не стоит. Жительница нашего дома позвонила в администрацию. Ей там ответили, что скорая проедет, а вы как хотите. Наша съемочная группа также обратилась в администрацию города с вопросом об этой многострадальной дороге. В пресс-службе нас уверили, что Управление дорог и благоустройства обещает отремонтировать этот участок к концу года. Восьмой канал будет следить за развитием событий. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой лазером по варикозу, высокотехнологичное лечение теперь стало доступно для жителей края по полису медстрахования. Маленький кабан в большом городе. В районе военного шоссе приметили гуляющую свинью. В ближайшие выходные 19 и 20 октября синоптики прогнозируют в крае теплую погоду. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Лазером по варикозу, высокотехнологичное лечение теперь стало доступно для жителей края по полису медстрахования. Маленький кабан в большом городе. В районе военного шоссе приметили гуляющую свинью. В ближайшие выходные 19 и 20 октября синоптики прогнозируют в крае теплую погоду. Современные методы оперативного лечения освоили врачи Владивостокской клинической больницы номер 2, более известной как Тысячекоечная. Такая возможность появилась с приобретением в отделение сосудистой хирургии операционной лазерной установки, которая расширяет объем операционной помощи. Приобретение нового оборудования стало очередным шагом в развитии хирургической службы медучреждения. Сейчас здесь оказывают помощь пациентам с хронической венозной недостаточностью по полису ОМС. То есть бесплатно. Подробности у Катерины Матвеевой. Хроническую венозную недостаточность теперь лечат самыми современными методами во Владивостокской клинической больнице номер 2. Операции проводят по полису ОМС, то есть абсолютно бесплатно. Такая возможность появилась с приобретением в отделение сосудистой хирургии операционной лазерной установки. С помощью нового оборудования были прооперированы уже более сотни приморцев. Ну я рад, что оно закончилось. Эмоций они потом как-то выразятся. То, что новое оборудование, это радует. Аппарат без врача железа. И врач, и аппарат ему нужен. Чтобы попасть на лечение, необходимо взять направление у хирурга поликлиники и записаться на прием во Владивостокскую клиническую больницу номер 2 по телефону, получить консультацию сосудистого хирурга и при наличии показаний встать в очередь на лечение. Сама операция длится не более часа. Через 3-4 дня с момента поступления в больницу пациента выписывают. Проблема очень широка. Затрагивает, в общем-то, 90% населения, можно сказать, земного шара, и в том числе и наших. Потому что с варикозным расширением вен, в частности, и с хронической двенозной недостаточностью сталкиваются. То есть и мужчины, и женщины в равной количестве, и практически каждую. Болезнь варикозного расширения вен чревата осложнениями. В виде трофических язв, нарушения кровоснабжения нижних конечностей, которые ведут к утрате трудоспособности человека. В месяц врачи тысячекоечной больницы планируют проводить около 25 операций по устранению венозной недостаточности. Но это далеко не всё. До конца года тысячекоечная получит 258 единиц оборудования из краевого бюджета. Это рентгеновское оборудование, наркозное, наркозно-дыхательное, я сказал, система мониторирования. Очень много оборудования для операционного блока. Это в том числе аппараты, которые позволяют минимизировать кровопотерю, так называемые электрокоагуляторы, электроножи. Оборудование для нейрохирургии, ультразвуковые аппараты. То есть вот вся линейка та, которая необходима для оказания медицинских услуг согласно приказам Министерства здравоохранения. Малоинвазивные методики лечения являются самым современным и востребованным направлением хирургии. И если раньше приморцы могли сделать подобную операцию только в частных клиниках и за большие деньги, то сегодня высокотехнологичная помощь доступна жителям края бесплатно. Катерина Матвеева, Андрей Толстихин, Новости на Восьмом. До конца недели дни и ночи в Приморье будут становиться теплее. В ближайшие выходные регион ждёт комфортная погода. На территории края будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Погода преимущественно без осадков. Вместе с юго-западными атмосферными потоками на край будет поступать более тёплая воздушная масса. И потепление в Приморье продолжится. На южном побережье края днём воздух прогреется до плюс 13, плюс 20 градусов. Во Владивостоке выходные дни спокойная и преимущественно без осадков погода. Днём горожан будет радовать довольно комфортная температура. Воздух прогреется до 13-16 градусов со знаком «плюс». Синоптики отмечают, погодные условия будут способствовать как отдыху на свежем воздухе, так и работе на приусадебных участках. К слову, насладиться постепенно сдающим позицией бабьим летом жители Владивостока могут в ботаническом саду. Хоть на дворе и октябрь, здесь до сих пор много зелени и распустившихся цветов. А календарные осени напоминают лишь покрасневшие клены и неспешно опадающие листва. Но метеорологи предупреждают. Уровень пожароопасности в лесу наблюдается уже довольно высокий. Любая искра может привести к возгоранию. Так что с огнем следует обращаться крайне осторожно. Итак, впереди выходные. И жителей, и гостей Владивостока ждут интересные мероприятия. В городе, как всегда, откроются культурные, образовательные, развлекательные и спортивные площадки на любой вкус. Сделать выбор на вечер пятницы, субботы и воскресенье поможет моя коллега Катерина Матвеева. Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Топовые танцоры из Франции, Аргентины, Швеции, России выступят во Дворце культуры железнодорожников. В рамках мероприятия пройдут батлы, мастер-классы, конкурс хореографии. Вход для зрителей 300 рублей, участие в баттлах 500. Совсем скоро в супермаркетах и магазинах города появятся полки с бесплатными продуктами для ветеранов и пенсионеров. Как это будет, приглашают узнать на презентацию нового социального проекта «Бумеранг». В программе аукцион с ценными подарками, где все вырученные деньги пойдут на приобретение продуктов для пенсионеров и ветеранов. Начало в 17.00, вход свободный. Спектакль в одном действии «Планета Д» ставит театр молодежи. «Планета Д» — это планета, где можно быть другим, не соответствовать канонам и чьим-то представлениям о жизни. Планета со своими особенными формами, цветами, гравитацией и другим восприятием мира, где живут очень добрые люди. Начало 18.30, стоимость билетов 500 рублей. Международный турнир по современному панкратиону на клуба главы Владивостока состоится в цирке. Сборную России возглавит опытный представитель Владивостокского клуба «Гладиатор» Константин Киреев. Соперниками дальневосточников в октагоне станут представители одного из ведущих клубов Республики Корея — Корея ТОП-ТМ. Еще две встречи турнира пройдут при участии спортсменов смешанного стиля и стран СНГ. Начало в 19.00, стоимость билетов от 800 до 3500 рублей. Приобрести одежду или товары для дома по приятным ценам можно будет на гаражной распродаже. Там же можно будет пообщаться, найти новых друзей, выпить вкусного чая. А главное — помочь ребятам из детского дома. Все вырученные с гаражной распродажи деньги будут переданы в благотворительный фонд «Надежда по всему миру». Начало в 11.00, вход свободный. Спектакль «Чисто семейное дело» покажут в драматическом театре ТОВ. Накануне большого праздника в Центральной лондонской клинике царит неразбериха. А тут еще сложная ситуация, в которую попал преуспевающий врач Дэвид Мортимер. Грехи молодости не прошли даром, и вот на сцене появляется взрослый сын, жаждущий познакомиться с папенькой. Смешные герои, смешные ситуации, яркая сценография и костюмы театр предлагает спектакль, который не даст зрителю скучать. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Начало в 18.00. 81-ю годовщину со дня основания Приморья отметят на спортивной набережной. Здесь состоится праздничный концерт и будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства. Начало в 14.00. Вход свободный. Первенство города Владивостока по спортивному ориентированию среди новичков пройдет на университетской набережной ДВФУ. Для участия необходима регистрация. Начало в 10.00. Вход свободный. Цикл детских занятий, на которых ребенок при помощи анимации познакомится с историей города и края, запускает Приморский музей имени Арсеньева. Получившийся мультфильм можно будет тут же посмотреть и получить на свою электронную почту. Начало в 12.00. Стоимость участия – 200 рублей. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. Россия – страна медведей, а Владивосток – столица кабанов, шутят горожане. Гуляющую свинью приметили в районе военного шоссе во Владивостоке. Животное, по мнению очевидцев, было похоже на домашнее. Приморцы в соцсетях даже определили породу парнокопытного. Инстаграм-эксперты считают, что по Народному проспекту гуляла вьетнамская веслобрюхая свинья. Она вела себя вполне мирно и даже от проезжающих автомобилей не убегала, а наоборот, едва ли не под их колеса ложилась. А приморские СМИ провели расследование и выяснили – действительно, кабан оказался домашним и, более того, декоративным. Опасности для людей он не представляет. Этот кабан гуляет постоянно на свободном выгуле, но в основном по частному сектору. На городские дороги его занесло в первый раз. Хозяйка его разыскивает. Кстати, это далеко не первый случай, когда на городских улицах видели кабанов. Меньше недели назад автолюбители в районе Снеговой заметили целое стадо кабанчиков, которое приморцы назвали бесплатным мясом. А до этого в черте города заметили дикого кабана. Зверь выбежал на дорогу, на Тихой, а затем также стремительно скрылся обратно в лесополосе. Витовника Переполоха тут же окрестили Пумбой. И он стал героем соцсетей. Спартак Приморья у себя дома обыграл баскетбольный клуб «Урал». Приморские гребцы на драконах отличились на соревнованиях в Корее. Школьник из Владивостока стал чемпионом по футбольному фристайлу. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Спартак Приморья провел домашний матч с командой «Урал». Эта встреча для Владивостокского клуба стала второй с начала нового сезона. Гости из Екатеринбурга задали темп игре. С первых же минут начали прессинг и показали отличную точность. В первой половине «Уральцы» забросили 70% трехочковых. Приморцы были в роли догоняющих, но сильно не отставали. После большого перерыва «Спартак» впервые вышел вперед. В концовке наша команда уже получила комфортную двухзначную разницу. Гости смогли ее сократить и подобраться вплотную, однако время было на стороне приморцев. В итоге 76-70 победа «Спартака». Следующий матч Владивостокский клуб проведет в Уфе 19 октября с местным уфинцем. Эта игра пройдет в рамках 1-16 Кубка России. Приморские грибцы на драконах отличились на международных соревнованиях в Корее. Ежегодный фестиваль гребли на подобных лодках проходил в Пусане. Туда съехались опытные команды из стран АТР. Россию на стартах представляла Владивостокская команда «Торнадо». По итогу в копилке наших грибцов оказались пять наград, три из которых — золотые. Они взяли чемпионство на коронной спринтерской дистанции в 200 метров, в женском и в смешанном классах. Вдобавок, экипаж девушек стал лучшим на 500-метровке. В остальных гонках «Торнадо» также попал в тройку лидеров. Напомним, что гребля на лодках класса «Дракон» является самой массовой из всех видов гребли и с каждым годом набирает все большую популярность. Приморье — не исключение. В прошлом году гребля на драконах в нашем крае отметила свое 20-летие. Юный спортсмен из Владивостока стал победителем всемирного конкурса по футбольному фристайлу. Конкурс проводился в этом году впервые и был организован Комитетом Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также Международным детским центром «Артек». Заявки на участие в нем подали ребята от 8 до 17 лет из 9 стран мира. Среди них был и приморец Ярослав Чигарев. Ему, как и другим конкурсантам, необходимо было снять видео, на котором показать свое умение владения мячом в семи упражнениях. 11-летний Ярослав из 73-й школы Владивостока по итогу был признан судьями абсолютным чемпионом. Наградой за победу стала путевка в Международный детский центр «Артек» на ближайшую смену. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Глава региона проверил ход строительства детских садов и школ во Владивостоке. Жители домов по проспекту Красного Знамени требуют ремонта подъездных дорог и придомовых территорий. Пенсионный фонд перестал учитывать некоторые периоды стажа россиян. Спортивные семьи Приморья смогут получить назад часть средств, потраченных на физкультуру. Вопрос о продлении права на ввоз поддержанных автомобилей без кнопки «ГЛОНАСС» остается открытым. Лазером по варикозу высокотехнологичное лечение теперь стало доступно для жителей края по полюсу медстрахования. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!